На сегодняшний день на кировском предприятии АО «Апатит», расположенного в Хибинском массиве, открыто 10 месторождений, и за 90 лет из 7 месторождений выработано более 2 млрд тонн апатит-нефлиновой руды. Руду добывают двумя способами – открытым, то есть на поверхности в карьерах, и подземным. Далее добытую руду транспортируют на обогатительной фабрике, которая находится там же неподалеку. Там руда проходит три стадии дробления и измельчается. Далее производится самый важный этап – обогащение руды, который осуществляется методом эксплуатации. Извлеченный апатит сгущают, фильтруют и высушивают до влажности около 1%, получая таким образом товарный апатитовый концентрат. Затем готовый продукт складируется в бункер, и оттуда осуществляется отгрузка для дальнейшей транспортировки на предприятия по производству удобрений. Всего у компании ФосАгро имеется три предприятия по производству минеральных удобрений – в Улаготской, Саратовской и Ленинградской областях. Производство удобрений – это очень интересная и объемная тема. Мы, разумеется, не сможем во всей полноте раскрыть ее здесь за такое короткое время. Я обозначу лишь ключевые моменты. От состава удобрений зависит урожайность. Помимо общего содержания действующих веществ, важно знать, содержатся ли они в доступной для растения форме. Так, в продуктах ФосАгро содержание доступного растения фосфора достигает 95% благодаря используемой технологии производства и качественному сырью. Доступны продукты с амидным азотом, например, карбамид, аммонийным азотом – это все двойные или тройные удобрения, или продукты с сочетанием аммонийного и нитратного азота, как в аммиачной селитре. Наличие марок удобрений разного состава и соотношение азот-фосфор-калий позволяет аграриям подбирать нужную марку в зависимости от потребности почвы и культуры. Есть также продукты с высоким содержанием кальция, магния, цинка, бора для культур особенно чувствительных к этим элементам. Высокотехнологичное производство позволяет создавать равномерную по составу и прочную гранулу даже в случае со сложными удобрениями, включающими в себя множество различных компонентов. А что это дает нам, аграриям? Казалось бы, как могут различаться гранулы? Равномерное распределение питательных элементов внутри гранулы позволяет достигнуть равномерного распределения питательных элементов при внесении в почву, а значит, рассчитанные агрономом дозы удобрений достигнут своей цели и приведут к хорошему урожаю. Жидкая форма удобрений – еще один способ повысить урожайность. Фосагра является единственным в России производителем жидких комплексных удобрений. Марка ЖКУ-1137 отличается содержанием наивысшего количества усвоимого фосфора, который можно вносить как в виде самостоятельного удобрения, так и смешивать с другими водорастворимыми продуктами. Посмотрите на эти гранулы карбамида. Это качественные, прочные, экологически безопасные удобрения. Казалось бы, бери и используй, но нет. Есть некоторые факторы, которые могут снизить эффективность даже такой высокотехнологичной продукции. Неправильное хранение... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова